остановка да я вам буду объяснять но а этих товарищей ну а в магазин можно да магазин через линию можно интересное кино вот звание канала он лайки хотят уже не искать добрый вот залезть за линию еще раз покажу чтобы купить сигареты или вы или бухло это можно это у нас можно а снять место аварии это у нас чуть ли не правонарушение вы видите эту установку приблизить не могу снимаю не камеры без зума сити-центр час пик четверим людям очень не повезло но я думаю водителю тоже и одному может быть и другому если найдут в чем я очень сомневаюсь но четверым ожидавшим вы не были очевидцем субъектов? ну почти почти то есть вы уже в момент когда тут еще были люди которые попали под колеса автомобиля они еще находились здесь вы уже не были да а что с этими людьми есть погибших? ну вроде это погибших нет ну если можно так сказать к счастью но а к несчастью четыре тяжелых двое тяжелых двое средних девушки открытый перелом ноги нам просто вот рассказали что четыре погибших но слава богу нет ну вроде ну опять же это на то на то время и не знаю какая степень повреждений и какая тяжесть увечья и травм ну все молодые девушка молодая и двое вообще вроде детей так что очень двое детей? да очень кошмарная ситуация двое средних как всегда водителя увезли или госпитализировали? то есть полиция отзывала людей? но в любом случае превышение скорости пьяный не пьяный наколотый не наколотый но он шел где-то 90-120 ну вот же видно как он вылетал на как он вылетал на на бордюр на тротуар как он вылетал в остановку ищут 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 уехал и без пока неизвестно вот тормозные тормозной след тормозные следы вон идут они аж оттуда то есть скорость была настолько большой что на таком расстоянии ничего не смог сделать чтобы предотвратить катастрофу чтобы не влететь в остановку заполненной людьми в это время час пик дорогие друзья еще раз повторяю берегите себя и своих близких будьте внимательны и бдительны не нарушайте правил дорожного движения это в условиях когда весь мир сходит с ума чрезвычайно опасно для жизни ну в первую очередь пешеходов потому что они абсолютно не защищены если человек в автомобиле в железном в современном там куча подушек безопасности которые могут его все таки каким то образом защитить то у пешехода то у пешехода только надежда на реакцию быстрые ноги и интуицию и предчувствие опасности в такой ситуации это когда невозможно предсказать развитие ситуации да 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 я говорю самый опасный перекресток а в часы пик они просто едут не останавливаясь на красный потому что не хотят стоять в пробке самый опасный перекресток здесь можно поставить пост полиции который бы штрафовал на месте здесь за вечер можно накалядовать миллион гривен спокойно у меня знакомый с органов и он как по молодости работал такие у него мелкие были как бы задания он высчитал этот светофор был 12 секунд он поднял этот вопрос на 2 секунды больше выделили ну там кто этим занимается 14 раньше вообще 12 вот то есть он добился на 2 секунды вот здесь получается ситуация какая загорается зеленый ты хочешь перейти они продолжают еще ехать ты пропускаешь всех ну вы видите да вот он заехал себе на половину вон полоса стоп стоп линия аж вон там за светофором метра 25 метра 25 они все выехали выехали а особенно здесь остановка маршруток троллейбусов они становятся в ряд и перейти здесь просто невозможно потому что вот здесь как специально вот здесь должна остановиться либо маршрутка либо троллейбус и никто не штрафует и никто никого баба гоняет с картошкой не штрафует и никому ничего не нужно так я с чего начал сначала загорается зеленый которые сказали 12 секунд машины продолжают лететь проскакивать и ехать наезжать обычно люди стоят и ждут пока не остановятся все шумахеры начинает идти особенно с коляской особенно старые люди особенно в возрасте особенно пенсионеры особенно инвалиды начинают идти когда уже половину зеленого сигнала для перехода уже закончилось и доходя до середины доходя до середины заканчивается этот сигнал зеленый и машины уже по новой начинают не дождавшись зеленого себе уже начинают ехать то есть опасность подвергается пешеход начиная с момента когда он ступил с тротуара на пешеходный переход и уже после половины пешеходного перехода уже следующая опасность потому что уже несутся уже следующие машины и такая ситуация ежедневно ежечасно и ну вот пожалуйста зеленый переход люди идут где стоят обойти нужно пока обходишь пока обходишь получаешься в зоне риска повышенного вот такой этот переход столько уже здесь аварий было столько я не знаю травм смертей вот-вот бегут останавливают маршрутку и не знаю где ну это же ну смотрите что творится она едет себе сейчас обнесена лентой ну так станьте но даже вы видели полицейский даже не сделал ничего не махнул рукой чтобы люди подошли и сели ну это вообще какой-то просто идиотизм и какое-то зло намеренное нарушение правил дорожного движения подвергая опасность всех очень опасный перекресток подойди ближе с ними я отдельным роликом это говорю что ближе подойди машину с ними разбить ну куда я ближе подойду если он меня сейчас погонит проезжей части уйдите ну да мы уходим уже уходим они бессмертные молодежь молодежь а вам можно на проезжей части стоять как видите они оказывают помощь кому я не вижу чтобы оказывать они рискуют молодыми молодыми жизнями понятно пошли ну вы видите да у нас все ходы записаны все зафиксировано и еще раз и еще раз и еще раз в очередной раз будьте внимательны и осторожны всем удачи покинясь все на faites и сходя из это